всем привет сегодня будем делать скважину как бы под ключ полностью пробыли мы дырку 26,5 метров качает 1,8 куба в час вода чистая отлично качает все будем делать под ключ потому что это за гаражами людям чтобы и люк был закрывалась будем заводить выкопали ямы будем заливать монолит не кирпич будем заливать монолит делать люк пролаживать трубы заводить как бы сюда в гараж еще под фундаментом будем пробивать дырку заводить в гараж будет выход один в гараже чтобы была вода и вода здесь на улице для полива огорода нет наверно сварили сетку для нашей скважины будем сейчас заливать бетоном сварили сетку будет не кольца у нас будет у нас сетка залита где-то сантиметров 12 толщина стенки у нас будет сделаем еще шпильки закладные чтобы вверх потом приварить сам уже люк сейчас режем на опалубку юсби 9 миллиметров в размеры ну а по ходу будем как бы все показать так ребят порезали на юсби сейчас будем скручивать опалубку нашу по наружу у нас где-то 22 сантиметра и полностью на метр метр двадцать внутри будет здесь зальется заподлицо снаружи снутри все у нас такая вот сеточка будет внутри люк метр на 75 сейчас приварим еще вот такие вот шпильки чтобы когда зальется бетон выглядывало кусок металла здесь поставится швеллер и к швеллеру приварится швеллер приварится к этим шпилькам чтобы люк был надежным чтобы его никто не открыл соответственно потом замок с люком будет ну тоже в процессе будем все вам показывать так еще приварим вот такие кусочки труб чтобы залить потом не бурить наш бетон не нарушать ничего приварим кусочки три трубы это будет у нас входить наши водяные трубы в одну где будут на улице выходить кран во вторую где будет заходить вода в гараж и в третью зайдет уже провод питания каркас готов опалубка готова сейчас чтобы опалубки поставим распорки, чтобы бетон не сдавил и по наружу уже здесь заливается опалубка не нужна, мы только 22 сантиметра поставим сам верх то есть опалубка зальется вровень где-то вот так вот здесь уже будет потом у нас уже люк варится сделали верхнюю опалубку потом в сетку вставили внутреннюю 4 перепонки которые будут держать нашу внутреннюю часть чтобы не согнуло саму установку и далее у нас идет непосредственно сама труба отмостка идет сейчас на низ дна будем засыпать отсев чтобы выровнять в полу уровень и далее будем заливать уже бетоном бетон засунули мы нашу сетку и оставляем внутреннюю опалубку ставим наружную опалубку и начинаем заливать бетоном это все засунули внутреннюю опалубку теперь будем заливать все это дело бетоном а наружную значит и наружную засудим сейчас конструкция в сборе ждет залить и бетоном алили мы уже все сейчас подмазываем вверх выравниваем ушло у нас 11 мешков цемента 25 килограммовых 400 марка 400 сейчас промазываем выравниваем все мешали 14 расстояние где-то 10 сантиметров ну где уже со стороны земли там уже где больше вырыто как бы вот так через пару дней снимем опалубку и будем заводить уже трубы сняли мы опалубку сейчас вырезаем каркас будет каркас профильной трубы 50 на 25 снаружи квадрат внутри квадрат плашками приварены к нашим шпилькам которые мы оставляли это приварится сделается еще внутри каркас и сделается уже лючок ну походу будем уже все показывать трубу уже обрезали не засыпали уже как бы все готово сейчас только люк сделал сварили две рамки мы понаружи и прошли примерили все у нас четенько чуть правда у нас опалубку раздавило здесь ну распорка выпала у нас но ничего страшного сейчас поварим плашки где наши закладные это сварится конструкция и лючок уменьшим чуть-чуть сильно большой люк нам такой как бы здесь не нужен лазить сюда никто не будет это пришел помощник сейчас будет насос нам засовывать покажи малыш покажи лапки свои скрутился не а ладно ползи так и Субтитры подогнал «Симон» 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 люка будет выглядеть соответственно еще навесы будут выглядеть как бы вот так все там потом уже дальше принцип покажем вам как ребят лучше у нас получилось смотрите уже готовая ряда у нас навесы приварили ушка под замок здесь у нас все утеплено через каждые 15 сантиметров у нас идет профильная труба чтоб не вело лист потому что лист 3 миллиметра у нас здесь у нас миллиметровый пенопласт типа как пумпана но это совпадающего образца очень плотный вам прям молотком бьешь он не сгибается в набитый с отсюда закрашенная с той стороны юсб что влага не попадалось отсюда еще все закраситься то есть ляда получилось у нас еще нам осталось что сделать все у нас ляда закрывается осталось ушка девушка уже приварится после того как она у нас на закладных варится отслифуется приварится просто мушку такая у нас будет ляда под нашу скважину еще осталось завести трубы нам до трубы тоже мелочи и покрасим уже соответственно как уже установим чтоб не вымазывать не царапать ничего как бы все закрасили внутри и снаружи у нас покрашена все с отсюда где утеплено под пенопластом все выкрашено юсб с той стороны выкрашена с отсюда и где будут на бетон надеваться тоже все выкрашено он как бы и краска повытекал и покажем уже как включим подсоединим трубы и когда уже будет идти вода и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Подсоединили мы трубы наши. Один выход будет у нас на улицу для полива огорода. Второй будет вход в гараж, он уже заведенный. Здесь у нас кран, который уличный, будет перекрываться на зиму, чтобы вода поступала только в гараж. Зимой нам вода на улице не нужна. Две шланги у нас, две трубы с водой. Третья у нас идет с кабелем. Кабель будет по 4, где-то 4,5 квадрата, одна фаза. И 4,5 квадрата, ноль. На запас, там, может, где еще на улице сварочный включить, тут будет что-то еще делаться. Здесь у нас проложили мы еще канализацию сразу, пока выкопали яму. У нас будет еще дренажная яма, просто потому, что у нас будет потом еще сауна, где-то метров восьми от скважины, чтобы никто не говорил, что она рядом со скважиной будет подпадать в скважину вода. Ничего такого не будет. Здесь поставили заглушку, в дальнейшем раскопается, сделается яма. Здесь две трубы водяных, одна идет с проводом. Вот у нас яма метр десять. У нас промерзания в Донецке такого нет. Выход уличный, вот, будет норма. Приварили мы пруд литой, это сейчас все зароется. Здесь у нас будет выключатель уличный, чтобы могли подходить соседи на огороде пользоваться водой. и выключатель в гараже. Это мы потом уже покажем. У нас там две трубы выхода с проводами и один с водой. Это у нас идет гильза под фундаментом. 160 труба, полтора сантиметра стенка. Ну, как бы вот так. Сейчас это все уже испытали, нигде ничего не течет. Сейчас это все зароем и уже как бы все красиво будет. Покажем дальше. А теперь пойдемте проверим производительность скважины нашей. Потому что некоторые в комментариях писали, что производительность скважины не больше 200 литров за час. Теперь вот посмотрим на ведро. Покажи метки. У нас есть люди, которые пишут, что песочная скважина не может давать максимум 300 литров. Вот метки на ведре. 2, 4, 5, 6, 7, 10 литров. Вот ставим ровная поверхность. Уже в уровне все. Все как полагается. Вот они наши мерки. Так, теперь сейчас покажем то, что у нас... Напор какой со скважины. Шланга у нас подключена к скважине, потому что... Да, сейчас я покажу, что у тебя 0 на секундомере. У нас 25 метров глубина скважины. У нас стоит водолей 32У насос. Вот он качается без... Сейчас я покажу шлангу. Без кранов, без ничего. Сейчас я покажу шлангу, чтобы... Отрезки убери, чтобы не... Не, вот. Вот эта шланга идет, и она подключается непосредственно в трубу. Ну, в саму скважину. Да. Ну, хотя некоторые скажут, что вы подключили через гараж. Хотя здесь вот, смотрите, стоит двойник, и вот она, получается, выходит сразу же со скважины. Это труба. Ну, то есть, как бы... Сейчас мы будем замерять уже саму производительность скважины. Производительность, как говорят в песках, ребята, пески не мелкие, а пески идут гравий 2-3 миллиметра. Вот такой вот гравий у нас идет, вот, даже там 4 миллиметра. Вот такой толщины у нас идет гравий там в песке. А вот теперь сейчас замерим. Так, стой, давай, чтобы было видно секундомер. Да, давай, секундомер, и да. Ты видишь, здесь все, да? И 10 литров потом выключим. Давай, 1, 2, 3. Метки видно? Да, видно. 7 литров, 8, 9, 10 литров. 10 литров, выключай. 20 секунд. Даже 10,5. Ну, вот, смотрите по метке. Даже 10,5 литров. И смотрим на секундомер. 20,82, это у нас качает за 20 секунд. Если мы умножим это все дело на 3, получится... 1,8 кубов в час. Получится 30 литров у нас за минуту. Если мы умножим это дело все на 60 минут, получится 1,8 кубометров в час производительность данной скважины. Чтобы никто не говорил, что... Да, здесь обманывают. Это дает 300 литров. Конечно. Ребята, у нас пробурена скважина, 26 метров. Прокачано двое суток без обсыпки. Потом мы прокачали мы тремя кубами воды. Потом мы еще... Вот у нас бочки старые мы вымыли. Все было, чистенькая вода. Мы еще потом на следующий... Через двое суток мы вдули еще туда 3 куба воды. И во время промывки мы засыпали мелкий гравий с гранитом. Чтобы никто не говорил, что там радиация, он радиоактивный. И это все что? Все сыпят буровики гравий 5 миллиметров. Чтобы вы именно знали. Это была обсыпка во время промывки самой скважины. Скважина качает. Можно ставить насос мощнее. Вода не заканчивается. Качает круглые сутки, хоть ее выкачиваем. Можно поставить насос 40-й. Он будет качать 2,5-3 куба в час. Вообще легко. 25 метров скважина. Чтобы никто не говорил. Для тех, кто там качнул, получается, что 300 кубов у них в час качает скважина. Это, скорее всего, вы просто попали в поверхностные воды. Вы не дошли до водоносного слоя. 300 литров в час, да. То есть вы просто выкачиваете ресурс. Выкачиваете, и она просто заканчивается. Вы не дошли до водоносного слоя. Поэтому просто бурите дальше. Это производительность не просто центрального водопровода. Конечно, со скважиной. Которая уже прокачалась скважина недели 3. Все, чистая вода, питьевая. Ее можно попить. Отлично. Мы ее еще через недельку сдадим на экспертизу. Все отлично. Лучше, чем водопроводная. Ну, в 10 раз вам скажут, как бы, ну, смотря, конечно, какая скважина. Ну, и ребята, которые знают, где делают именно экспертизу, они скажут, что раз в 7, 8, в 10 она лучше обычной водопроводной. Конечно. Кому понравился этот видеоролик, обязательно ставим павелик вверх. А еще будем собирать сейчас новую буровую установку с мотором, с редуктором. Будет на тросах быстроразборная она у нас. Ну, будет вообще все просто отлично. Будем показывать. Ребята, нужно на этом видеоролике собрать 250 лайков. Я думаю, мы потихоньку, по частям будем выкладывать сбор буровой установки полностью с нуля. Сейчас будем еще, кстати, зарывать нашу канаву. Еще кучи какие у нас будут. Потихоньку закапываем канаву. И выравниваем всю землю под уровень. На этом скважина данная готовая. Так, завели мы уже там траншею, зарыли. Уже темно. Завтра уже покажем. Ну, что там, зарыли просто траншею. Все ровненько, красивенько. Один выход у нас на улице. Второй вот он в гараже. Канализация на будущее. Потом может здесь же и будет баня. Провод фаза 0. И провод фаза 0, который будет... У нас будут два выключателя. Один будет здесь. Подачу в гараж. И когда на зиму выключена, перекрыта вода на улицу. То есть, либо на улице включать выключателем вода, чтобы шла. Либо, чтобы в гараж. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин